короче ребят мы приехали в дом отдыха с сашей я могу русаш записывал контент что-то не записываешь мы сели все вот мы пришли в номер вот наш номер как это обычно все время делал саша говорит не буду я ничего записывать нечего здесь записывать я груза что раньше ты находил вообще интерес записывать все подряд а выпуски стали короткие все не по существу все как-то очень сжато нет вот не развернуто всем хочется вот вот этого лайфа эффекта присутствия что происходит александр вот видите таковы видно вредно захотите повредить мы находимся мы находимся в канакова river club на самом деле мы сюда уже просто все всю зиму ездим уже облюбили со всех сторон это место как у нас балкончик ведь какая красота уже тает снежочек здесь ели везде вот там все время готовят на природе вот они уже чистят пляж марить уже лед тает уже никто не ездит на воздушных подушках уже на снегоход ну на снегоходах уже не вижу никого мы на следующие выходные сели домик большой очень классный сад сейчас пойдет на массаж ребят здесь реально очень классный массаж здесь работает тайка настоящая тайка и она делает лучший москве даже в таиланде такой не делал здесь летом еще круче чем зимой всем доброго конаковского утра куда едем наш лошадка контактный зоопарк там контактный зоопарк лошадки конаковские конечно хочу вам рассказать о конкурсе который провожу в своем инстаграме где вы можете выиграть 300 тысяч рублей вот эти часы три айфона ipad и macbook air для того чтобы принять участие нужно выполнить одно простое действие перейти по ссылке в описании подписаться на всех спонсоров дальше ждать прямого эфира в инстаграме где выберу 7 победителей и лично вам если вы из москвы вручу эти призы если вы из другого города или региона я отправлю их по почте желаю всем удачи а почему у него связано внизу такая штука чтобы они не скакал сильно очень-очень мощный на миллион долларов серьезно она для разведения для спорта план уже взрослый очень красивый хочешь такого купить себе квартиру майами это аланта их папа он чуть-чуть злой поэтому лучше его не трогать да нет итальянская чуня я тридцать один год хотя ложный наживая до 20-27 чеси он тоже один из самых старых на 17 лет 17 да уже даже 18 ну как языково вблизывая ой сладкий ай бра Ты просишь еду? Скажи. Он так у всех выпрашивает лакомство. Он ничего не умеет делать, другим умеет ножку тянуть, а он не умеет это делать, поэтому научился по своему... Ну, памятник шлепать. Вот, да, он говорит, да. Ты чего, молниешь? Вот видите, ребят, главное креативить в любой ситуации. Фокси, Фокси. Он не пахнет, не растет, не линяет, он красивый. Игривый, супер вообще пес. Саша, ты хочешь себе этого кода? Да, берем. Захотел уже? Забираем. Тебе Антон не отдаст. Ну что ты такой хороший, откуда ты такой классный? Мне кажется, ему мне нравится. Вообще на квадроцикл вдвоем нельзя. Но мы нарушаем правила. Саша, аккуратненько. Замагненько. 18 марта уже лед тает, а мы едем по Волге. Как всегда. Мы любим рисковать. Стас, ты сейчас в яму вот упровалился. Играет музыка. Ситуация, значит, следующая. Прихожу домой. Арак, голод необычного цвета. Думаю, что же произошло? И что там лежит? А оказывается, арак тупо поленел. Он сейчас мягкий. Таким образом они растут. Он скидывает панцирь полностью с себя. Именно в этот момент ему нужно укрытие обязательно, потому что его могут и рыбы съесть, так как у него мягкий панцирь. Он сейчас будет набирать крепость, поэтому нужно специальное укрытие, куда он может спрятаться, чтобы другие раки его не съели, соответственно. А еще пираньи, смотрите, с той стороны стенки они перелезли сюда и уже выросли, огромные стали. Шесть пираньи, это уже стая и, скорее всего, они сейчас начнут всех остальных жрать. Но большую часть своей жизни они прожили за стенкой, поэтому, возможно, изменят свое поведение, как хищники, и будут не хищниками. Но я в это мало верю, конечно. И вот я думаю, что может вернуть туда всех пираньи обратно. Происходит настоящая битва за гребешок, но эти рак выполз. Пытаются отжать себе пираньи, тут как тут. Это вот другой рак. Они все никак не от нерестятся. Так, ну что, мы добрались до Конокола. Так, погода, конечно, не очень, но весна уже чувствуется. В этот раз мы арендовали Сканию, и сейчас я вам покажу, как она выглядит изнутри. Кстати, взял подарок Антону. Вот такой гриль. Компания Огриль, 800Т модель. Проверенная, я уже больше года пользуюсь. Подарил Раилю, Мише, Игорю Рязанцеву. В общем, все мои друзья используют и не нравятся. Вот Царева такой же. Очень крутая вещь. Исключительно для настоящих мужиков. Как обычно, кому интересно, ссылка в описании. Там для моих подписчиков скидки. Антон, тебе как главного квадроциклисту-снегоходчику. Это гриль переносной. Офигельно. Та-дам. У нас будут кормить в четыре похода. Мясо тоже есть, мясо тоже взяли. Здоров. Нормально. Фокси, иди сюда. Спасибо. Да пользуйся на здоровье. Крутая штука на самом деле. А вот надо будет затестировать обязательно. Это повод. Да, это классный повод куда-нибудь рвануть. Выбраться наконец-то из дома. Короче, парни обновляют сегодня технику новую. Вообще красавчик. Но чем он отличается от этого, непонятно пока. Вай, ты подготовился? Да. Пенишка с девчонками. Простая вода музыка. Холодная. Холодная самая главная. Видите? Оп. Настя, ты что, ездить умеешь? Да. А ты куда? За папой он есть. Давай мужской амбоксинг, быстрый. Баллон есть. Та-дам. Что, нам надо мясо взять? Клапан есть. Клапан, переходник есть. Еще один. Еще один на большой баллон. Отлично. Чехол. Есть. Сам гриль самое главное. Красава. Есть. Чугунная решетка. Решетка. Есть. Все. 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 Самое главное, знаете, в чем? Мы не читали инструкцию, все заработало. Самое главное. Кстати, нам моментальная сборка. И занялось две минуты. Распаковка две минуты. Подготовка. Еще 30 секунд и 15 секунд на то, чтобы дожечь все. Еще есть. Лопатки. И самое главное, чтобы было удобно готовить. Просто всегда есть условия, когда есть стол. Раз. И раскладной стульчик. Оп. И вставлять туда гриль. Горячий. Все. Прям раз. Раз. И все. Мы готовим. Да. Осталось лопатки. Все. Тепло. Уже раскаянный. Все. Ребят, лайфхак. Кладете хлеб. Я готовлю. Там хрустящий становится. И сосисочки. В общем, ребят, костер. Пока разжигали, мы уже поели. Да. Плюс гриля, кстати. Почти прозрак посмотрим. Видел, как стальчик не летит? Нет. Не видел? Вот так еще проезд. Ну, что так. Слово такое. Подлетает. Вот так вот едет, едет, едет. А вот опять. Жаль. А можно было ковыркунуться, да? О, прозрак есть. Ну, метра полтора есть. Можно нырять спокойно. Рыбу долбить. Там был снаряд выбрать. Вода теплая? Кстати, здесь тюрьминцы. Ну, теплая вода. Не ледяная. Ну, сюда прям идешь на катере. И прям видно, как температура растет на айхолоте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А если я уйду, я забуду, что волнует, а если я уедет. Давно сел? Пять назад. Пять. Какая красота, настоящий водопад, Конаковская плотина гиброэлектростанции. Здесь все время теплая вода, даже когда морозы сильные. Да, не перестает удивлять природа наша и сооружение, которое человек построил. Здесь погиб подводный охотник Михаил Олегович, я его знал на форуме на одном тусоваре. В общем он нырял, сейчас покажу где, и его присосало в трубу, был разлом в трубе и он был с баллоном. Ну то есть вообще обычно подводные охотники без баллоном охотятся, но он именно сюда забыл с баллоном. И у него было 40 минут кислорода, чтобы вырезать себя. То есть он снял перчатку, вытащил нож и пытался себе обрезать, но не смог. И представьте, какая это жесткая смерть. Ты знаешь, что у тебя еще есть кислород, ты понимаешь, что ничего не можешь сделать, и в результате ты погибаешь от того, что кислород заканчивается. Его ребята, когда доставали отсюда, там их человек 10 было с двух лодками совместно с МЧС, они его привязали и пытались выдернуть с этой трубы. Но настолько сильная была тяга туда, что они в десятером еле-еле его смогли оторвать. Поэтому вот так он погиб. Жесткая смерть, конечно, но... И фотку прям взяли с форума. Где он в гидрокостюме, видите, с кружкой и в воде. Земля ему пухом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ерш. Спасла ерша? Да. Скажите, ребята, у меня клево нет. У Антона буквально через метр клевка на каждую закидку. Вот так на рыбалку ездит. Ребят, в общем, фишка в том, что мы приезжаем уже третий раз в Конаково. И встречаем здесь очень много наших подписчиков. Вот. Но нам, конечно, это безумно приятно. Мы попросили скидку для наших подписчиков. Ну, за размещение. Потому что сейчас будет лето, будет классный сезон, весна. Здесь очень клево. Здесь река, Волга. Куча водных развлечений. Домики очень классные. Вообще, совершенно все разные. Можно в отеле размещаться, в номерах. Можно в домиках, вот как мы размещались, вот в таких вот. Можно размещаться в таунхаусах. Просто говорите, что вы от Кондрашова, когда будете бронировать. И вам будут давать скидку 25%. Ну, лучше бронировать заранее. Потому что здесь будет очень много людей. Да, здесь вообще такое обрал. Даже у нас не всегда получается забронировать вовремя домики. Мы сейчас за три недели забронировали на русскую весну. Мы никуда не улетим. Пока вот мы в Москве. У нас есть... Не хочется проводить выходные в Москве. Потому что погода такая... Там делать нечего. Здесь все-таки природа. Классно. Ребята, пишите комментарии к этому выпуску. Можете с тайм-кодами. Можете просто писать. Я выберу рандом на одного комментатора. Чей комментарий мне больше всего понравится. И отправим 10 тысяч на карту. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ